Пять тактильных картин появились в Романовском музее. Выполнены они из особого пластика, который позволяет нащупать все детали изображения. Копии сделаны из художественных произведений. Это два детских портрета неизвестного костромского художника начала 19 века, этюд «Дантек» несохранившейся картине Ильи Репина, масштабное полотно «Дева на заре» Натальи Гончаровой и «Гулянии» Бориса Кустодиева. Произведения отобрали сотрудники Костромского музея-заповедника. Копии изготовлены на грант благотворительного фонда искусства, наука и спорт. Только 15 музеев со всей России получили поддержку на адаптацию тактильных экспозиций «Романовский музей» в их числе. Была сильнейшая заявка Костромского музея, и действительно коллеги подошли не только с ответственностью к этой работе, коллеги подошли с позиции той, чтобы показать наибольшее разнообразие и ценность тех работ, которые представлены. В музее существует и тифлокомментирование, когда слабовидящим людям описывают в подробностях изображение. Теперь они могут еще и потрогать картину, распознав все важные детали и сюжет с помощью рельефа. Незрячие и слабовидящие люди смогут не только услышать о картине, этого недостаточно, но и они смогут ощутить руками сам сюжет картины. Конечно, саму картину трогать нельзя, иначе она придет в негодность, но современная технология позволяет изготовить копию, очень близкую, рельефную, объемную копию, которая дает возможность слабовидящим людям понять, что же изображено на картине. В планах у музея-заповедника продолжить работу с тактильным искусством. Благодаря таким нововведениям люди с проблемами зрения могут ближе познакомиться с костромским искусством.